А казахстанские стартаперы с помощью нейронных сетей разработали новый метод бесконтактной оплаты. То есть проводить транзакцию теперь можно будет ладонью. Инновационную технологию внедрили в Алматы. Ее создатели говорят, это только начало. Платежные технологии в будущем могут кардинально измениться. А вот как именно, расскажет Айман Каймульдина. Алматинец Николай Захарченков ноу-хау оценил сразу. Как только внедрили новую систему, недолго думая, он скачал приложение, отсканировал ладонь и теперь может забыть про телефон и карточку. Алакан это быстро и удобно. Вот именно поэтому я им пользуюсь. Разрабатывали систему отечественные программисты. Проводили исследования в области биометрии различных частей тела, а именно лица и пальцев. В итоге пришли к выводу, что распознавание по ладони самый информативный и точный метод. На разработку ушло три года. Протестировали его впервые на СКУД, системе контроля и управления доступом. С тех пор в базе данных накопилось больше 100 тысяч пользователей, а это 200 тысяч ладоней. А теперь запустили высокотехнологичные устройства на автономных кассах. Данная система является полностью казахстанской. В 2022 году мы разработали очень крупный проект. Это экосистема для школ. Мы закрыли там большие такие вопросы, как буллинг в школах, безопасность детей, удобство пользования в школах. Это, можно сказать, это проект комфортной школы. В самом понимании она есть. Когда ребенок только своей ладони проходит школу, получает оплату, получает книжку. Специалисты признали метод как один из самых надежных и безопасных. Рисунок вен невозможно скопировать или украсть, ведь он находится под толстым слоем кожи. Рисунок вен на ладонях уникален и остается неизменным на протяжении всей жизни. Система идентификации анализирует их в инфракрасном диапазоне, сохраняя результат в виде хэш-кода символов, который затем записывается в базу данных. Систему успешно запустили в одном из алматинских кафе в школе города Актобе и еще в 80 учреждениях образования и здравоохранения по стране. При этом три инвестиционные компании в Казахстане и несколько за рубежом уже проявили интерес к проекту. Мы заинтересованы в развитии таких продуктов. Если говорить о цифрах, объем рынка посттерминалов в Казахстане составил почти 26 триллионов тенге. И мы видим, что технология приема платежей с использованием биометрии может развиваться и достичь 30% рынка к концу 26 года. В связи с этим мы заинтересованы в инвестициях в данный стартап и будем его развивать в странах персидского мира. Команда айтишников планирует двигаться дальше. Теперь компания будет внедрять систему бесконтактной оплаты в автобусах, метро и других видах общественного транспорта по Казахстану. А в апреле свои разработки представит на выставке высоких технологий в Германии. Айман Каймульзна, Ерик Керимкулов, Жебек Жола, Алматы.